всем привет из канадской айки пришла поснимать вам новогоднюю айкию если честно я ожидала увидеть какую-нибудь ёлку здесь на входе ну что-то пока ничего не видно вот только такой стол украшенный под рождество потому что ну рождество это же конечно все собираются за столом идя радуются пьют конечно тоже вот тортик сделан из папе-маше ну в общем вот они предлагают такую идею украшения рождественского стола с таким centerpiece свечки какие-то типа типа ёлочки и вот такой вот веночек виде светильника свечки подвешены где же ёлка где же ёлка вот домик симпатичненький такой на ёлке вот нету вообще вы знаете что вы знаете что айки в айки раньше продавались ёлки настоящие но по моему с прошлого года их перестали продавать уж не знаю по моему они отказались от этого потому что они решили что это не экологично и ёлки должны жить это правда это правильно но я хочу сказать что я вот мы ставим настоящую елку потому что у нас канаде их специально выращивают на ферме которая занимается именно выращивание ёлок специально для рождества и для нового года никакие леса тут не грубаются под это дело ничего такого поэтому я считаю что покупаю елку мы поддерживаем местных производителей и малые бизнесе потому что покупку выращивают их на наших канадских фермах так ну что я не вижу ничего новогоднего кроме вот этих вот бутылок с типа шампанским которые предлагаются на качестве праздничного декора да ну как бы декор который будет выпить диванчики все все обычно не такое впечатление что у нас айки совершенно к новому году не готова каком этот диван полосатый я смотрю на него и думаю представляете вы такой поставите у себя дома и сойдите с ума каждый день по моему можно сойти с ума глядя на него каждый день додумается же тоже а вот маленькие столики какие хорошенькие мне кажется их раньше не было да написано что это не его идите нею сделано из металла сколько же он стоит интересно 80 долларов всего лишь какой наш столик вот он стоит на на полу мне нравится что еще нового ну смотрите и будем снимать что есть если новогодние темы мы не найдем будем снимать ой как а было так и есть вот это кресло мне тоже нравится как она так высоко стоит что я не могу его разглядеть вообще много нового мне кажется вот это тоже новый столик таких тоже раньше не было да да смотрите мью видите как хорошо я знаю ассортимент такие что я сразу на первый взгляд определяю что у них нового диван новый точно не блаткова зеленого совсем дешевую кассати вам стоит 400 долларов не может быть слушайте не может быть или это какая-то не поняла я надо одеть очки дала 300 долларов диван видите рамка для дивана и 99 кого вы знаете что мне кажется эта ткань она очень быстро выгорит придет негодность у нас был похожий диван с похожей ткани и он так выгорел так облез просто ужасно хотя вот так на вид очень даже ничего вообще за 400 долларов это все даром бархатная креслица ой какой приятный ой какой симпом пончик ой я такой хочу 169 долларов это тоже не страшно и она такой прямо фэнси шмэнси как будто бы из дворцов зимних и прочих и вот эти желтые мне тоже нравится но они значительно дороже на нотки и больше и дитя на стоит 300 долларов то есть вот эта креслица такой маленькая а это а это большое и под него еще из под ноги можно купить такой пуфик сколько 100 долларов стоит пуфик есть такой в клеточку 329 все она дороже вот это самый дорогой 321 я хочу сказать посмотреть какие ручки уже грязные это все его здесь трогаете я в том числе по помацала надо обработать будет руки это я как бы сейчас все очень опасно вот это мне тоже нравится зеленый бархат 350 а видимо вот это самое дорогое зеленая бархатная так ну что что-то я ударилась кресло не вообще кресло не нужно я как-то не проходите мимо называется и вот соломенная какой симпатичная такое знаете она в общем-то летние это странный деревянный стульчик у нас детском саду такие были вот точно прям помню советском детском саду только поменьше он был стул такой деревянный бар страшные воспоминания вот это мне нравится и вот это кресло смыть какое интересное она кого-то во двойное спинка 50 баксов вот такой пластиковая пляжная я бы сказала вот на пляже обычно стоят на улице его хорошо не знаю это для дома считается черту странно так а вот эти кресла эти плетеные мы мы такой купили у нас и она стоит сто лет мы купили его лет 20 назад они до сих пор их делают но вот это мне прям понравилось на кресло смотрите какая хорошенькая для моего бадуара вот это интересно что по 79 долларов тоже такой столик это такое блюдо на ножках а сюда можно складывать еду если очень много гостей очень удобная вещь шутка вы понимаете да вы сарик и ура письма с рождеством что-то хоть что-то появилось ну правда что слушать и ни одной елки я думала они вот этих интерьерах поставят поставят какие-нибудь елки типа вот ну как бы все-таки да но все-таки как-то еще происходит общение уже фигня ну ладно будем искать найду покажу вам слушайте мне реально нравится эти светильники посмотрите какие прикольные это рождественская тема да я думаю что да ура я нашла но это не светильники конечно ведь они из бумаги сделаны это вот на крисмас повесить дома сколько они стоят 12 долларов слушать они реально классные такие звезды и с такими веточками золотинкой немножечко это такой как как декор для дома прямо очень-очень по-рождественски супер ой господи хоть что-то я нашла а то прям как-то грустно так грустно я тут гуляю ой какие стулья интересные я тоже не помню такой расцвечки бледненькая пока я бы сказала что-то я гуляю гуляю но вот смотрите они типа ой как смешно они придумали поставили эту штуку на салатницу на стол и положили вот эти вот зеленые свои ветки как будто бы изображает салатик вообще мне очень нравится вот эта вот идея вот этих бутылок внутри с какой-то веточкой такой зелененькой очень живенько получается и вот этот вот мне очень нравится комод их их не их пардон зеленый золотые ручки классный я не помню его раньше но он очень-очень достойно выглядит посмотрите какой красивый я решила не видела 2000 долларов он 100 2016 да это он да вроде бы он white green белый зеленый слушайте очень красивый очень очень дорогой хотя 2000 я не знаю интересно вот этот свет внутри это включено или это уже как бы приделано не знаю в общем здесь много всяких этих самых деталей которые не всегда входят в комплект их иногда нужно покупать отдельно ну кстати очень красиво они поставили вот эти посуду вот эти блюда большие золотые всякие тут какие-то вазочки конфетницы буфетницы рюмки какие красивые вот такая вот штучка для ой как она называлась креманка она у нас называлась когда-то далекие лохматые годы креманка кактус вот этим не нравится почему креманка не знаю крем-крым от слова от слова не знаю совсем смотрите что я нашла блогерский диванчик девочки оля марина привет диванчиком за кроватка идти он сейчас другой у меня он такой фигурники а сейчас ведь прямые ровные ровные такие палочки на спинке вот он вот он стоит вообще я обожаю как они делают вот эту обстановку они обставляют комнату это я там мелькнула и смотрите мои на красные такая страшная на крашена страшно не на крашеная страшно пункт мог какая песня короче мне так нравится как они делают вот обставляют делают дизайн и даже вот вот смотрите детали вот тут стенка под под кирпич этот ну вот казалось бы до могли бы не делать но в принципе очень классно вот из простых из простых дешевых вещей они делают Вот такой красивый интерьер, такой, знаете, уютный, функциональный, потрясающий. Вот это мне больше всего нравится. Я люблю ходить по Айкеи, набираться здесь идей, заглядывать в их комнаты. Особенно, когда это оформлено вот так вот, знаете, именно вот как комната с окном. Так приятно. Я в домике. Такое ощущение какого-то такого домашнего уюта. Хотя казалось бы, ну что, ну вот поставили полки, да, повесили пластиковую бумажную лампу. Совершенно дурацкие картины, но они как-то вот, вот эти вот полочки, все вот это вот, так классно они это делают. Особенно вот с этим вот окошком, все это так прямо, так уютненько, правда? Так и хочется здесь остаться жить, попросить политического убежища. Кстати, темная такая стенка, покрашена, видите, как акцентная стена, интересно. Ой, вот мне нравятся вот эти лампы. Вот они тоже новые. 50 долларов она стоит. Они недавно появились, но мне очень нравится. Мне кажется, она такая стильная. И что в ней удобно, вы знаете, что ведь она плоская, понимаете? Вот когда вы ставите лампу на тумбу, и она круглая, большая, она занимает очень много места. Вы должны ее поставить где-то посередине, чтобы вот этот круглый абажур не уперся в стену. А вот эта, она плоская. И это очень удобно, это классно. Очень классно. Мне очень нравится вот эта вот ножка. Очень стильная. Кстати, вот хочу сказать, первый раз я вижу, что в Айкии появились, вот эта вот мебель для ванны, тумбы с мраморным. Ну, это, может, не мрамор, это кварц. Нет, может, это и не кварц. Я не очень понимаю. Это или кварц, или камень. Хуза была, как называется. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот у них всегда пластик какой-то или что, а вот это вот с настоящим, с настоящим камнем сверху. Давайте почитаем. Стоит она 750 долларов, на 10 лет у нее гарантия. Видите, кварц-каунтертоп, то есть это кварц. Ну да, видите, потому что они всегда были вот такие вот, пластик. Вот это тоже с кварцем. Нет, это тоже пластик, он просто под кварцем. Это тоже пластик. Плиточка, кстати, в настоящем рамах. Вот, у них никогда не было кварцевых каунтертопов. Как? Поверхности, покрытие поверхности на мебели для ванны. А вот сейчас вот они стали делать. Видите, у них всегда были вот такие вот. Вообще, как правило, у них вот эта вот поверхность сверху просто вместе с раковиной. Одним таким целым писем. Это тоже пластик. Это мне нравится. Мебель такая стильная тоже. Коричневый цвет, красивый. И зеркало очень в том подходит. Очень красиво. Вот это очень стильный, стильный вариант. Айкиевские кухни. Моя отдельная большая любовь. Честно, мне очень нравятся айкиевские кухни. Если я когда-нибудь буду переделать кухню сюда дома, я закажу кухню в Айки. Вероятно. Кстати, видите, какое интересное решение. Над плитой сделан вот такой вот. Выложена вот такая плитка. Я у себя в ванне на полу сделала такой квадрат. Ну, не такой, но похожий. Видите, плитка очень такая, как будто бы под старину ободранная. И вот это вот такая вот красивая, красиво сделана. Такой акцент над плитой. И черный, черный кварц. Или гранит. Не знаю. По-моему, это гранит. А может и кварц. Они так сейчас делают, но разберешься. Смотрите, какие ручки интересные. И так вот она закрывается. Видите? Оп. Само. Нет, не закрывается. Ну, в общем, мне нравится даже цвет вот этот черный. Может быть, это не самый лучший вариант, конечно, для кухни. Но мне очень нравятся айкейские кухни. Белая мне нравится. Вообще люблю айкей. Чувак. Говорите. Вы поняли уже, наверное, да? Я как прихожу в айкей, так бегаю и кричу. Мне так нравится. Мне нравится это. Мне нравится то. Мне все нравится. Красивая кухня. Красивая мраморная плитка мраморная. Вот эта мраморная стоящая. С таким паркельском выложена. Но плитку они, кстати, не продают. Это у них, по-моему, для примера просто она наклеена здесь. Айкиевская жрачка. Самое любимое место для многих посетителей Айкии. Для меня в том числе. Я люблю Айкии еще и потому, что я люблю здесь похомячить. Видите, стоит дяденька. И требует у всех показать пиар-куль. Вот так вот просто не пустят. И вот так вот у нас сейчас. Там, где если вы где-то кушаете, вы обязательно должны... Едите, простите, кушайте. Не знаю, как правильно говорить. Вы обязательно должны показать свой пиар-код. Иначе вас не пустят. У меня есть пиар-код. Но я не собираюсь здесь кушать. Мне некогда. У меня нет времени. И на первый этаж продолжаю искать рождественские украшения. Кстати, история с пиар-кодом недавно у меня произошла. Мы хотели пойти в кафе с мужем. Мы подошли к входу. А у меня QR-код закачан в телефоне. Не аппликейшен, а в документах он у меня закачан. Я... Слушайте, я, наверное, возьму тележку. Я... Ну-ка, возьми еще одной рукой. Да, и я, значит... Я... Мы подошли к входу в кафе. Я открываю свой телефон. Я пытаюсь открыть свой документ с QR-кодом. Он у меня не открывается, представляете? Вот завис. Завис и не открывается. В общем, нас не пустили в кафе, мы не попали. Муж показал свой. Сказал, у нее есть... Честное слово, я вам обещаю, что у нее есть. Но у нас очень все строго. Вернее, как... Смотря где. Вот в нашем городе, где мы живем, очень все строго. По сторонам-то полегче. Там все-таки не так. Ой, смотрите, рождественский. Рождественская тема, коробочка. Это же рождественская тема, да? Вот новенькая. Да-да, конечно. Елки-шарики. Стоит она 1 доллар 99. Что с ней делать, фиг его знает. Просто пустая коробка. В нее можно положить все, что вы хотите. И такого же типа, вот видите, это тоже рождественские коробочки. Это просто упаковка для... А, их 3, вот их 3 вместе. Видите, 6-7 долларов она стоит. Такая, такая, такая. Три вместе. А, так, хорошо. Про что я говорила? А, про QR-кодчик. У меня не пустили в кафе. Так мы не попали, да. Вот такие у нас дела строгие. Знаете, сейчас новая мода вот на эти вот тяжелые одеяла. Ну-ка. Ой, слушайте, я поднять не могу. Так, стоит она 69 долларов. Сейчас стоила 79. И здесь должен быть его вес. Они есть разного веса. Час я не могу найти. Сейчас посмотрю. А вот написано, это 17.64 паундов. Это где-то примерно... Это где-то примерно 8 килограмм. И написано, что они рекомендуются детям 12 лет и старше. То есть вот маленьким детям нельзя. Она действительно такая тяжелая. Всего лишь 8 килограмм, а я не могу его поднять. Блин, ничего себе. Они есть разные. Вот это вот, вот это потяжелее, наверное, будет. А, нет, то же самое. Это самое вес, 17.64 паундов, 8 килограмм. В общем, что я вам хочу сказать. Как-то полки позаполнились. Помните, я вам рассказывала, что у нас в Айки вообще пустые полки стоят. Но вот я смотрю, что вот появились товары. Во всяком случае заполнены полки. Ну, не все. Вот видите, тут вот постель. Где-то тут пусто, так, пусто, пусто. Вот здесь вот. У меня это впечатление, что вот с текстилем как-то все очень плохо у нас. Но на самом деле, вот то, что мы с вами ходили сверху и рассматривали. Там стоит мебель всякая и все такое. Так она стоит там на флоре, то есть, как пример. Но если вы хотите ее купить, то очень может быть, что ее нету в помине даже близко. Ну, вот как-то так пустоватенько. Ну, хотя бы они еду убрали с пола. А то у них раньше здесь еда лежала вместо товара. Но, может быть, просто еду тоже все раскупили. Поэтому они еду убрали. Да, вот видите, вот что-то такие пустые. Такие слегка заполненные полки. Есть пустоты, но что-то тут кинуться-то вообще было просто. Вообще просто было пусто. Пусто просто. Мой любимый отдел всяких канцтоваров, коробочек, всяких таких штучек. Я очень люблю все такое. Видите, вот такие органайзеры всякие. Классно, очень удобно. Но, я хочу сказать, что они всегда работают. Иметь органайзер, это не значит, что у вас все будет в организации. То, что вы себе купите органайзер, это недостаточно для того, чтобы у вас был порядок. Органайзер вы, конечно, себе положите, но в него тоже надо все складывать, тоже все организовать. Я, на самом деле, очень люблю айкиевские вешалки, но их нет. Слушайте, вот чего нет у нас, вешалки пропали. Представляете, здесь всегда было столько гор, горы вешалок. Вот эти есть только для брюк и юбок. Вот это вот, вот этот висит деревянный, но их нет. Вот я хожу вокруг, есть только вот эти пластиковые накладки. Это, знаете, чтобы вешать свитера, чтобы, или какие-то вещи, которые растягиваются, чтобы, чтобы на вешалке они не растягивались, создает такой объем на вешалке. Кстати, очень удобная штука. Они, по-моему, стоили доллар. У нас есть несколько таких. Сколько она стоит сейчас, непонятно. А, то же самое, да, 99 центов. И все, да, вешалок-то нету. Вообще, трендец, просто трендец. Однако. Всякие коробочки, которые я люблю и нежно обожаю, у меня их куча, целая куча. Я их использую по назначению и без. Не знаю, зачем они нужны, но у меня их очень много. Просто вот люблю всякие деревянные штучки. Вот это интересное что-то новенькое. 20 долларов она стоит. Просто коробки. Ага, большая коробка и три коробки сверху. А что в них складывать? Не знаю. Вот еще такие набор коробочек. Какие симпатичненькие. Что-то я не могу придумать, что с ними делать. Вот это какая классная. 40 долларов она стоит. Так. Ага, просто вот это вот так разнимается. Я думаю, она как-то открывается. А, вот она открывается. Это такие очень типичные любимые коробки в Америке. Сюда можно складывать всякие для вязания, вешать, для шитья, нитки, попавицы. И вообще всякие мелочи для всякого рукоделия. Я, в общем, такая симпатичная коробочка. Но мне она не нужна. В отделе светильников мы вспомнили, что у нас Новый год и Рождество. Свечки, лампочки. Какие-то гирлянды. Какие-то цветочки светящиеся. Вот эти звезды мы уже видели. Вот какие-то звездочки. Видимо, все это светится. И вот тут какие-то гирлянды светящиеся, наверное, из какой-то фольги. Какие-то маленькие там штучки. В общем, барахло. Барахло. Ну, наконец-то. Мы находимся в отделе декора. Поэтому, естественно, конечно, чтобы еще здесь не было игрушек. Это, конечно, было бы вообще позор. Вообще, конечно, позор. Я сейчас закончу съемку и выскажу вам свое мнение по поводу того, что здесь происходит. Это просто какой-то позор. Окей, я оставлю тебе двойку. Просто двойку за все, что происходит. Вот стоит искусственная елка. Я даже не знаю, она продается или это просто как для того, чтобы на нее понавешать игрушки и показать, как они выглядят. Елка такая жалкая. Боже мой. Такая несчастная. Такая дохлая. Мне прям жалко ее. Ой, игрушки вот эти вот. Просто такие вот маленькие шарики остались. Или их не было. Или их раскупили. Или что. Я не знаю. И вот эта вот штука, которую уже никто не... 2022. Люди на елке уже как-то не очень лишают вот эту мешку. Кстати, верхушечка. Кстати, у нас нету верхушечки. Может быть, мне стоит ее купить сейчас? Вернее, у нас есть, но она какая-то ложевая. Я вот думаю, свои телеги. Блин, всем мешают. Ой. Сейчас я снесу эту елку. Простите меня, пожалуйста. Я заметалась, потому что... Потому что тут у меня ситуация. Сейчас я надену очки, посмотрю, сколько она стоит. Потому что такая какая-то... Напоминает мне... Советское детство. Так, 3 доллара, да? Или это вот эти вот штуки? Скажите мне цену. Да, 3 топ. 2,99. 3 доллара. Ну, как это она такая бедная. Но с другой стороны, вы знаете, у нас вот елку мы нарядили. И у нее вот эта вот верхушка нашей елки очень длинная, высокая. Отрезать ее не хочется. А здесь, если она внутри вот пустая, то ее можно так надеть сверху. Если она по диаметру пройдет. Что я не уверена. Можно купить, конечно, потом вернуть. Но так неохота ездить туда-сюда. Подумаю. Так, я вернулась сюда, к этой елке, чтобы высказать вам свое фе огромное, грандиозное. Вот это вот все, что вы видите вот здесь. Это все, что осталось для Рождества вайфи. Вот это вот маленький, вот этот узенький. Узенькая полочка вот эта. И все, все остальное, весь остальной отдел декора заставлен чем угодно. Руки фиги крутить, кактусы, бабочки. Это, кстати, симпатично, очень. Ничего с ним делать не знаю. Вот какие-то колбы, шмобы, какие-то вазы. Короче, все. В Рождественского ничего нету больше. Мечи, вот деревья, там цветочки, все дела. В общем, вы видите, да? Хотела купить вот эту вешалку. У меня их несколько есть. Вернее, палка для одежды. Я хочу сказать вам, она очень удобная. Она стоит всего лишь 20 долларов. Она на колесиках. И она выдерживает довольно большой груз. У меня много одежды, и мне нужно ее как-то складировать и размещать. Я вот пользуюсь такими штуками. У меня где свободное пространство, я думаю, в пейсменте, и у меня стоят вот такие вот рейлы с моей одеждой. У меня их несколько штук. Я хотела купить еще одну, но... This product is currently unavailable. Этот продукт, эта вещь в данную минуту недоступна для покупки. Вот так все у нас, понимаете? Вот так все. Вроде ходишь, вот все стоит. Вот всего много. Пыц-пыц, когда тебе что-то надо, берешься за это. А ее нету. Вот так. Вот так. Вот это масок дофига. Покупай не хочу. Еще 3 доллара за маску. Полные коробки масок. Вот этого навалом. Сладели свечек, я оторвусь. Тоже не особенно, конечно, но люблю ванильные. Ой, надо же понюхать, надо снять маску. Сейчас на меня наедут, что я маску снимаю. Люблю очень ванильные. Люблю что-то у них еще из персиковые. И вот ягодка. Малина. Ягода-малина. Нас к себе манила. Вот я вам и спела. Это что? Это тоже ванила. Ванила. Так у нас говорят по-английски. Ванила. Ванильная. Блюдо последнее осталось. Это блюдо для... Для того, чтобы ставить подсвечники на него. Вот видите. Больше нет. Последнее. Надо брать. Повечечек и свечечек на него. Побольше. Побольше. Дела маленькие. Эконом вариант. А что? Приходится экономить на все. Жизнь стала такая дорогая. На самом деле я их просто никогда не сжигаю до конца. Они у меня потом все равно стоят без толку. Такие полусгоревшие. Так что лучше брать маленькие. Изюмирую, девочки. Иду на выход, на кассу. Вот так вот. И всегда было полно игрушек. Елки стояли уже на распродаже. Сегодня середина декабря. Конкретно 13 число. Следов. Вообще следов того, что скоро Рождество и Новый год. Войки практически нет. Вот я хочу вам сказать. Ну ладно. Игрушки там все. Вот елки. Все раскупили. Потому что у нас очень сейчас, очень всего не хватает. И вообще все. Невозможно ничего купить. Но декорации здесь каждый год стояли. Обычно просто вот все было увешано гирляндами, лампочками. Вот знаете, прям такое было рождественское настроение в этом году. Ничего. Ну хорошо. Они распродали там то, что они... Они распродали то, что они завезли. И народ раскупил, потому что вообще нигде ничего нет. Окей. Но то, что они никакой декорации не сделали. Ни одной елки внутри в магазине не стоит. Никаких гирлянд. Ничего. Я понимаю, это глупости и мелочи, конечно. Но, девочки, знаете, вот у меня есть определенные мысли на этот счет. Девочки, которые живут в Америке и в Канаде, вы меня поймете, скорее всего. Потому что здесь есть некоторые слои населения, которые очень оскорбляются, когда видят елку. Видимо, в угоду им они решили не устраивать декорации в магазине, чтобы никого не оскорблять видом украшенных елок, лампочек и разных декораций. Блин. Что вам сказать? Блин. Других слов у меня нет. Тем более, что не хочу говорить вслух то, что я думаю про все это, потому что у меня YouTube забанится высказывание на букву R. Даже слово, блин, боюсь произнести такое, понимаете? Да, в общем, короче, очень грустно. Все очень-очень грустно. И я прям вот видите, вот смотрите, вот вы видите, что скоро Рождество? Я не вижу. Позор, 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 айки, позор. И не то, что двойка, а колл с минусом. Хочу купить, купить митболс. Это такой продукт, который наши семьи любят. И скоро приедет Бе на каникулы, на рождественские. Вот представьте, мать Ехидна, приедет ребенок из университета на побывку к мамке, чтобы мамка его покормила. А мамка ему замороженные митболсы зайки и покупает. Так, сколько они стоят? 5,99. 500 грамм. И килограмм стоит 15 долларов. Я не поняла. А, это значит чикин. А это минуты, я не поняла. Значит, 500 грамм стоит 6 долларов. Значит, 100 грамм, значит, килограмм должен стоить 12. Так, почему килограмм стоит 15? Обычно большие упаковки стоят дешевле. Я что-то не догоняюсь, сейчас разберусь. Короче, я не поняла, здесь написано чикин, куриный. Здесь написано, что это вегетабель, из овощей. Здесь написано, что они сделаны из чикпис. Это, ну, в общем, тоже 2 мяса. А где же мясные? Тут тоже написано чикин. Но их нету? Нет? Митболс нету? Пипец. Все. Что, девушки, я закругляюсь. У меня нет слов. No comments нет слов. И нашла мясные, мясные шарики. Покупаю вот это вот варенье. Ну что, девушки и парни, на этой радостной ночи я буду с вами сочетаться. На радостной, потому что я нашла сочетки мясные шарики. Они вегетбрянки. Вегетбрянки, в своей машинке, иду загружаться. Загружать свои покупки и еду дальше по делам. Люблю, целую. С вами была Дитой из Канады. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не ругайте меня сильно за вредность и за такие злые блоги. Но то, что есть. Люблю, целую. Bye-bye.